Аллилуйя! Доброе утро всем! Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! Приветствую всех, братьев, сестер! Аллилуйя! Сегодня у нас 11 февраля. Так, сейчас одну секундочку, я сейчас открою. Так, посмотрю, что здесь у меня. Так, да, началась трансляция, вижу. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Да, сегодня, дамы и господа, Братья и сестры, всех вас приветствую этим добрым утром. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся, которым действительно живем и побеждаем. Именем Иисуса Христа из Назарета. Именем Иисуса Христа, умершего на Голговском кресте, искупившего нас от смерти и ада, спасшего нас по великой любви своей, по великой любви, облагодатствовавшей. Бог облагодатствовал нас возлюбленным. Аллилуйя! Так что, друзья, дамы и господа, братья и сестры, сегодня вот время утренней молитвы. Да, здесь много сообщений. Сразу стало приходить. А, это на Фейсбуке. Хорошо. Хотя трансляцию делаю я только на Ютубе. У меня пока не получается, чтобы сразу трансляцию на Фейсбуке сделать. Если получится, даст Бог, ну, буду. Вот, сегодня я в приготовлениях таких, вот, в ожидании такой открытой сессии в семинарии киевской, славянской, евангельской семинарии. И моя тема сегодняшнего дня история в Восточной Церкви. Я, в общем-то, сразу после вот этой трансляции выезжаю как раз туда, в семинарию. Пока помолюсь, пока приготовлюсь. И, в общем-то, там с девяти будет молитва до десяти, вот, время молитвы, да, у них там. А с десяти уже в семинарии начало занятий. И до семнадцати часов я буду там. Да, до семнадцати часов. Так что, дамы и господа, братья и сестры, такие насыщенные будут эти дни. История Восточной Церкви. Тема моя, и я Бога благодарю за то, что истина Божьего Слова делает нас свободными. И мы имеем возможность сегодня переписывать историю через призму Слова Божьего. Потому что всегда она переписывалась, история, как правило, в угоду маммоне, в угоду сильным века сего. Императоры, цари и диктаторы под свой лад переписывали историю религиозные аферисты и политические всякого рода аферисты и проходимцы. К сожалению, за два тысячелетия большей частью вот такую историю мы знаем. Но, по милости Господней, пять столетий назад началась эпоха Великой Реформации. И мы живем действительно в уникальнейшее время. Да, эпоха Великой Реформации. То есть восстановление, покаяние, исправление церкви, работа над ошибками, возрождение, воскресение. Все это есть Реформация. Была многовековая до того эпоха Великой Деформации, декрадации мирового христианства. Но началась пять столетий назад эпоха Великой Реформации. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! И за эти пять столетий уже проделана великая работа, огромная работа. Духа Святаго, деяния, по восстановлению церкви Бога Живаго, по возрождению церкви Бога Живаго. Да, здесь, да, пишут мне, слава Богу, приветствую из Америки, приветствую тоже из Питера, с России. И вот, то есть, я вижу, что, слава Богу, подключаются разные люди и, по крайней мере, пишут уже вопросы. Я вопросы чуть попозже просмотрю. Вопросы пишите, пожалуйста, друзья, уже к семинару. К семинару. Потому что я уже планирую как раз в семинарии отвечать на вопросы по теме о православии, вообще о восточном христианстве. И, в общем-то, я думаю, что будет очень насыщенно, очень важно, важной эта тема. Я буду делать запись. Если технически будет получаться, то сделаю и прямую трансляцию. Как было в прошлом году, я преподавал в семинарии здесь. И в семинарии была моя тема в прошлом году экклезиология. Экклезиология, да. В этот раз история восточной церкви. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за все. Благословен ты, Царь Вселенной. Благодарю тебя, Господь, за день тей прекрасный. Этим утром обновилась милость Твоя, Господь. Благословен Отец наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, и да придет Царство Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, драгоценный мой. Аллилуйя. И вот эта молитва Господня, Отче наш, мы ее часто повторяем, и я часто ее повторяю, хотя она является еще отголоском ветхозаветного учения, и Иисус это произнес ученикам, научил их молиться еще до того, как Дух Святой излился в сердца наши, еще до того, как Дух Святой стал учить нас, как молиться, по-настоящему-то. Но Иисус дал хороший пример молитвы. Там есть, конечно, в этой молитве некоторые, знаете ли, уже устаревшие вещи, которые не актуальны сегодня, но мы все равно повторяем с благодарностью Богу эти слова часто. Вот в частности, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Но благодать Ветхого Завета это одно, благодать Нового Завета это деяние Духа Святого, это совсем другое. И Иисус как раз говорил эту молитву на стыке вот этих двух заветов, знаете ли, на стыке вот законной благодати, на стыке вот старого и нового. И уже после того, как совершилось, Он воскликнул, после того, как действительно Он умер за нас и Он с нами во все дни до скончания века, спасибо Иисус, спасибо драгоценный, то ныне Он прощает нас. И как Он прощает нас, так и мы имеем теперь возможность не так, как было ранее, да, во время еще закона, что прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, да, а ты простил нам долги наши и мы теперь имеем способность и уникальную возможность прощать должникам нашим. Вот так вот как раз новозаветно звучит молитва сегодня в Духе Святом. Инна Майер, шалом, 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 Иночка, шалом, Инна Сергеевна, шалом, детки, внучек, шалом, да, вот, и слава Богу, со дня на день ждем теперь, ой, здесь у меня так, 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 сейчас, 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 у меня сейчас здесь компьютер погаснет, написано, вот так вот, надо подключить, хорошо, еще есть розеточка дополнительная, которая позволяет, сейчас, так, извиняюсь, не усмотрел я, что оказывается, нет, вот так вот, вот, теперь будет хорошо, не усмотрел, потому что заряд, оказывается, уже был минимальный, вот, и могло все погаснуть, но, слава Богу, успел, да, приветствую всех, вот, шалом, привет из Киева, вот, и, сегодня, вот, утренняя молитва, трансляция, и прямо, уже, отсюда, с трансляции, еду в семинарию, сразу отсюда, да, уже в семинарию, потому что буду готовиться к семинару уже, к занятиям, слава Богу, пусть Господь благословится, всех вас, дорогие друзья, и, сегодня, время, причастия, утренний час, я всегда, вот, посвящаю, вот, причастию, когда нет, допустим, значит, вот такой возможности, трансляции делать, то, просто, беру, немного воды, обычно, хлеба, и совершаю, евхаристию, причастие, но, сегодня, у меня есть сок, вчера у нас в церкви было причастие, я вот взял еще, осталось, виноградный сок, замечательный здесь, да, это не на правах рекламы, плод виноградной лозы, очень хороший знак, очень, очень добрый, такой, символ, очень, скажу, о многом говорящий, действительно, напоминание о, крови, господней, и, наверное, это действительно, очень, такой, уместный образ, вот, который, мы используем, да, обычно, чаще всего, мы соком, причащаемся, и, мацой, вот, здесь у меня, вот, в домашних условиях, еще вот, кусочек, халы остался, вот, я обычно там, на всю неделю растягиваю, мою эту халу, субботнюю, вот, и, потому что здесь один на квартире, мне этой халы хватает на всю неделю, как раз, вот, в шаббат ее преломляю, вот, и на неделю все это растягиваю, вот, и причастие совершаю, и так кушаю, рассуждаю, вообще каждый раз, всякий раз, когда мы едим, мы действительно, смерть Господню возвещаем, каждый раз, когда едим от хлеба, не только во время церемонии, церемониально, а вообще даже просто, вот, борщ вчера вкушал, был у отца Алексея в гостях, кстати, у Алексея Ивановича нашего, благочинного нашего, здесь киевского, вот, он пригласил меня после служения на борщ, ну, я, конечно, не мог отказаться, потому что, вот, борщ это, это святое, в Украине это шедевр, вообще, это, я даже, допустим, в Штатах бывал, в таких вот, ну, общался порой с людьми, встречался, которые ни разу не слышали об Украине, они говорят, Украин, Украин, борщ, они сразу вспоминали, что борщ, так что, даже люди, не бывавшие никогда в Украине, и почти ничего не слышавшие об Украине, но, знают, что есть такой борщ, это шедевр, кулинарии, и, недаром, борщ вошел, по-моему, в десятку, или даже в тройку, самых известных, самых популярных, вообще, на планете даже, на планете, блюд, даже подвинув и суши, роллы, знаменитые, значит, да, японские, и многие другие, блюда, вот, так что, это очень о многим, о очень о многом говорит, да, и, вот, вчера мы тоже борщ вкушали, значит, тоже там были у него гренки, были там, с чесночком, значит, там, и, я тоже, пожалуйста, даже греночку тоже с чесночком ломаю, там, я смерть Господню возвещаю каждый раз, я, для меня, хлеб, это, каждый раз, святыня, неважно, какой, где я его вкушаю, и, потому что для меня это напоминание о моем Господе, вот, и когда я пью, я просто воду или газировку, там, или кока-колу, там, или сок, допустим, я, я каждый раз, я вспоминаю о том, что действительно, и напоминаю себе, что кровь Господня, она была пролита за меня, и она в моих живых сейчас, и она во мне, и, а я в нем, в Господе моем, Христос во мне, а я во Христе, и это, прекрасное переживание, как вот в Ветхом Завете, в песне-песне говорится, «Они ле доди, ве доди ли», «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне». Вот это таинство любви. И в Христе, причастие, вот совершаем мы ее и церемониально, вот вчера в церкви, допустим, да, значит, там, так вот, кафедрально, вот, совершаем ее и в простоте, вот, вчера спрашивал тоже братьев, тоже вот, и Владимир Божок, и там, и другие братья рассказывали, что причащаются, да, вот именно дома, в кругу семьи, допустим, преломляют хлеб, молятся, вот, слава Богу. Кстати, Владимир должен ко мне приехать, он здесь недалеко живет, вот, значит, обещался привезти домашний виноградный сок, тоже, просто для причастия, вот, и в церкви, и дома, вот, но, когда нет сока, я совершенно не переживаю, я навью себе хоть газировки, хоть воды, хоть компота, вот, самое главное, причастие, оно совершается не устами нашими, не ртом нашим, или желудком нашим, совершается вот здесь, и вот здесь, совершается умом нашим, и сердцем нашим, душой нашей, совершается нашим рассуждением, и я вот часто говорю, что даже если в этом городе я выпью все вино, и съем весь хлеб, я не причащусь, если действительно не буду рассуждать, даже самое кошерное из кошерных вино, даже самое святое из святых хлебов здесь съем, но это не будет причастия, потому что причастие, это действительно оно, оно здесь, оно здесь, это сам Христос, причастие, это сам Христос, в нас, а мы в нем, пусть Господь благословит, братья, сестры, дорогие друзья, в этом рассуждении нас, вот, и действительно, вот как я вначале сказал, молитву отче наш, которую мы часто христиане повторяем, вот, но я сделал такое замечание, очень важное, что эта молитва, то есть мы со всем, что в Писании, мы должны быть все-таки рассудительны, и осторожны, значит, и то, что Иисус говорил ученикам, это им, они спросили, он отвечал на вопрос, как бы, на просьбу, они просили научить их молиться, вот, это было время еще, ну, по сути, Ветхого Завета, да, это еще не было, по сути, новозаветным временем, хотя уже было, как вот, можно сравнить, это еще не сам обед, а это еще запах с кухни, вчера мы с Алексеем Ивановичем, значит, пока там, значит, в комнате там разбирались, со скайпом, значит, у него там что-то слетел, скайп, значит, разбирались, вот, значит, а, значит, супруга его, как раз, Галина, она готовила, значит, разогревала там борщ, там все, вот, значит, и мы уже, значит, все там уже наладили, посмотрели, вроде все заработало, у него в скайпе, слава богу, вот, значит, и запах с кухни такой, такой хороший уже, и Алексей Иванович там уже там кричит на кухню, матушка говорит, уже, 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 Мусик, где мой гусик, как в том фильме-то, Мусик, или гусик, где мой, где мой гусик, вот, значит, то есть, ну, запах, уже, уже, все, вот, уже желудочный сок, вот, выделяется, запах, конечно, был такой, ну, скажу, эх, уже, мыслями уже на кухне мы были с ним вместе, ну, и слава богу, вскоре поступила команда с кухни, что да, братья, можете, уже, снидоты, вот, и мы пошли, значит, и покушали, и вот, допустим, запах с кухни, это одно, это тоже прекрасно, это замечательно, и уже по запаху с кухни можно уже определить, что да, это будет хороший борщ, вот, но, запах, запахом, знаете ли, сыт не будешь, вот, значит, да, или как в тех старых русских сказках, по усам текло, вот, да, в рот не попадало, вот, ну, да, вот тебе горе, такое, но, знаете ли, то есть, такая ложка дегтя в конце сказки, вроде там, значит, там все хорошо, веселье, а, вот, ничего, вот, мне не перепало, вот, значит, и такая нотка, такая не очень такая, в конце обычно русских сказок, да, бывает, и вот то же самое, если, допустим, одним запахом, ну, им же не наешься, да, ну, понюхаешь день, понюхаешь два, понюхаешь три, там, неделю понюхаешь, ну, как бы, ну, много не нанюхаешь, вот, тебе нужно за стол, и вот то же самое, весь Ветхий Завет, начиная с Адама, вот, и до, значит, до нашей эры, до Рождества Иисуса, до прихода Машиаха, то запахи, такие, вот эти, с кухни, благодати, они доносились, особенно ярко это, в пророчествах, ощущается, в каких-то, определенных, там, таких точечных ударах, Духа Святаго, чудесах, знамениях Бога, во время исхода, хо, там вообще, знаете ли, так вот, принеслось, такие, такие ароматы, с кухни, да, но, все, самый апогей, вот этого запаха, с кухни, да, это было, с момента Рождества Иисуса Христа, однозначно, Христос народився, славим Его, здесь в Украине так говорят, вот, славим Христа, вот, значит, и там, как поется в украинских песнях народных, на Рождество, когда вспоминается Рождество Христово, то поется так, Слово, очея, слово, очея взяло, нася тіло, в темностях земных, темностях земных, сонце засветило, Христос родився, Бог воплотився, анголи співают, царя вітают, поклин відают, пастырі играют, чудо-чудо повідають, Аллинуя! Вообще, украинские песни, особенно рождественские эти песни, это шедевр, это, скажу, это, я просто обожаю эти песни, и в них передается, вот, как раз, вот этот, по аналогии того, что я говорил выше, именно вот такой, вот этот аромат уже благодати, это еще, конечно, не сам Новый Завет, да, начало, как бы, но это преддверие еще Нового Завета, сам Новый Завет наступил, как раз, в тот момент, когда Иисус на кресте, обливаясь кровью, потом, Он воскликнул, свершилось, свершилось искупление рода человеческого, вот это уже наступил, уже, да, мы приглашены в кухню уже, саму кухню, и мы уже на кухне, и мы уже понемногу вкушаем, вот эти блюда, но, конечно, закуски, это еще, это еще закуски, это еще, вот, знаете ли, когда мы сели, да, и нам там удали какие-то там, что-то уже, бутербродики, салатики, мы начинаем кушать уже, это прекрасно, конечно, это уже не просто запах с кухней, это уже, это уже что-то, мы уже что-то вкусили, но, основное блюдо впереди, основное блюдо, это, конечно, когда уже, Господь, Иисус Христос, Ишуа Машиах, Он вернется, и мы говорим, это второе пришествие Его, и тысячелетнее царство, и вечный медовый месяц, с Иисусом Христом на небесах, и на земле, во всей вселенной, новой вселенной, слава Богу, новые небеса и новая земля, Аллилуйя, прекрасно, Господь творит все новое, вот это будет уже основное блюдо, и вечный пир с Господом, Аллилуйя, вот, ну, вкратце, так вот, гастрономически, все вам так рассказал, по аналогии, как раз, с кухней и запахами, и почему я вот пример такой привел, потому что молитва Отче Наш, вот она, очень хорошей иллюстрацией является, как раз, времени, вот этих запахов еще, ароматов благодати, но еще не самой благодати, это еще ароматы, лишь, это лишь еще запахи этой благодати, но еще не само это блюдо благодати, это еще не само вкушение благодати, потому что там вот, и хорошая иллюстрация, как раз, в этой молитве, и остави нам долги наши, прости нам долги наши, грехи имеется в виду, значит, ошибки, все, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, «Прости нам, как и мы прощаем». Это, конечно, и в посланиях апостольских тоже отзвуки еще того учения, они очень слышны, видны, ощущаемы. В книге «Деяния апостольских» еще тоже. Потому что апостолы, первоверующие, еще жили на таком стыке вот этого закона и благодати. Они жили на стыке эпох. И вот этот трагизм и величие вот этих стыков закона и благодати, они в Библии Нового Завета очень ярко выражены. Очень ярко. Настолько, что до сих пор порой богословы в тупик приходят. Знаете ли, богословы, которые всю жизнь изучают послания апостольские, допустим, деяния апостолов, книги откровений, сами Евангелия порой действительно и спорят. И в христианстве в разных конфессиях, в разных деноминациях есть разные понимания, учения на эту тему. Великое множество этих учений. И пять столетий назад, когда началась эпоха Великой Реформации, Мартин Лютер воскликнул «Соло скриптура». Это было спасительным кругом для церкви. Но и это стало, как ни парадоксально, и новой проблемой для церкви. Потому что, значит, на самом деле, Писания, они выражают, да, Слово Божье, они во многом открывают Бога. Но никто не откроет Бога, как сам Бог. И это, дамы и господа, не просто вам Библия, Ветхого или Нового Завета. Это сам Дух Святой, который в нас, который через нас. И, конечно, мы, значит, понимаем, что Новый Завет, молитва «Отче наш», если вот ее перефразировать именно в словах благодати, она, вот эта фраза «и остави прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим», она звучит, должна звучать примерно так вот. Что, ну, звучит в моем сердце, в моем духе вот таким образом, что «И как ты простил меня, как ты простил мои долги, и ты полностью меня простил, то, что было, то, что есть, то, что будет, полностью омыл меня, я спасен тобой, и теперь я имею эту силу, благодать эту, тобой, твою силу я имею прощение, и я прощаю всех так, как ты меня простил. Как ты меня простил, и я теперь всех прощаю». Вот это уже слова благодати. Это уже вам не то, что Иисус вынужден был сказать, по сути, ученикам своим, которые еще не вкушали вот этой благодати, этой жизни вечной. Дамы и господа, и сегодня давайте совершим сейчас причастие, потому что я уже буду спешить, уже полседьмого, я буду спешить сейчас на занятия по киевскому времени, сейчас полседьмого, вот, и совершим причастие, и я буду выезжать уже, потому что хочу и помолиться как раз там в семинаре, вот, и пообщаться с братьями до занятий. Сами занятия начнутся в десять часов аж, да, с девяти там у них будет богослужение, с девяти часов, да, вот, значит, а уже с десяти само занятие. Вот, но до девяти еще надо еще помолиться и пообщаться как раз с братьями, будет успеть. Вот, и в этом причастие, в этом евхаристии, что хочу сказать, в благодати причащайтесь, друзья, возьмите себе, как вот с детьми причащался я в девяносто восьмом, получается, году здесь вот как раз на Черниговской, только там вот на малышке мы снимали квартиру. Вот, значит, и каким образом, там молоко и пряники были, неважно какое вещество, даже если у вас сейчас нет под руками ни крошки, ничего, значит, и даже воды нету, это не остановит вас. Если любящее сердце, это не остановит. Вот, совершайте причастие бесконтактно, можно контактно, а можно бесконтактно совершать причастие, безвещественно совершать причастие евхаристию. Вчера я об этом говорил, значит, в утренней молитве, вчерашнюю, кто не посмотрел, кто не подключался и не смотрел вчерашнюю трансляцию, посмотрите, пожалуйста, а также посмотрите, пожалуйста, трансляцию с богослужения вчерашнего, воскресного. У нас в церкви здесь, в Киеве. Я как раз об этом говорил. Особенно вторая половина, там как раз перед причастием. Я об этом рассказывал более детально, подробно. Потому что причастие это в первую очередь сам Христос. Это в духе и в истине совершается. Это не просто качество вина или хлеба, это качество нашего рассуждения о теле и крови Господа Иисуса Христа, о нашем спасении, о исцелении, освобождении, благословении Божьим в нашу жизнь, которое пришло через кровь божественную. Отец, спасибо. Спасибо за это время, отведенное нам на этой земле. Спасибо за эту честь преломлять хлеб с моими братьями, сестрами, с моей семьей, даже так вот онлайн. Спасибо Господь за Киев, за Украину. Благословляю Господь Боже. Здесь духовное пробуждение. Пусть эти годы расширяющиеся, все более и более, с каждым месяцем, с каждым годом. Пусть еще в большей степени Боже расширяется и углубляется. Богопознание Боже в народы Украины придет пусть. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе. И пусть здесь на берегах Днепра славится имя Иисуса Христа. Господь, Он всемогущий. И Он не только прощает, исцеляет, освобождает, благоставляет нас, углубляется в нас, а мы в Него, но и углубляется в эту землю и благоставляет ее. От славы Господу. Пусть Бог благословит. Во имя Иисуса Христа. Отец, Папа мой Небесный, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Иезраиля, Бог Патриархов и Пророков, Отец Небесный наш. Благодарю Тебя за Твою любовь, которую Ты доказал и ко мне, в отношении ко всем нам, ко всему человечеству истрадавшемуся, ко всей нашей истрадавшейся вселенной. Боже, великую любовь свою доказал, отдав Сына Своего, Иисуса Христа, на распятие, на Волгофу, на крест. Спасибо, и благодатью мы спасены, и это не от нас, это Божий дар. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная, во Христе Иисусе Господе нашем. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благослови, Ты Царь Вселенной. Тело Христа. Аминь. Кровь Христа. Аминь. Примите источник бессмертия. Живите жизнью Христа. Аминь. Примите. Благослови. Субтитры сделал DimaTorzok Аминь Спасибо, Господь, спасибо Спасибо, любимый мой Спасибо, возлюбленный Спасибо, драгоценный Ты самый красивый Ты самый добрый Ты самый великий Ты самый умный Самый хороший Самый красивый Спасибо, спасибо, спасибо Благослови, Господь Спасибо Ты благословил Спасибо Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу Искупителю, возлюбленному нашему. Да брату нашему и Господу, Спасителю и Царю. Слава. Спасибо огромное Божие. Спасибо. Иисус, спасибо. За всё спасибо. Родной, спасибо. 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 Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою Ты отдал. О, спасибо. Господь, спасибо. Мой брат, спасибо. Спасибо. Иисус, спасибо. Господь мой, спасибо. Слава Богу. В присутствии Господа благоставляю вас ещё раз, паки-паки, снова и снова, как говорится, до встречи. Ну и если получится, с 10 часов по киевскому времени подключайтесь. Вот, посмотрите, зайдите на YouTube. Если будет там окошечко трансляции, то подключайтесь. Если нет, не получится, то тогда уже, значит, не обессудьте. Тогда уже, значит, уже записи потом посмотрите попозже. Благословляю всех вас. Люблю, обнимаю, целую всех. Шалом. Привет всем родным ближним. Таня Зинчук. Шалом. Шалом. Всем шалом. 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 Шалом.